Привет! Ты на канале, здесь была Кристина, и сегодня я хочу рассказать не об Англии, а о Шотландии. Мало кто знает, но мы с мужем прожили в Шотландии, а именно в Эдинбурге, 8 месяцев, и об этом потрясающем периоде мне есть что рассказать. Я уже давно, на самом деле, хотела рассказать об этом опыте жизни в Шотландии, потому что в целом мой канал, он о Великобритании, но как-то я больше с уклоном на Лондон всегда создавала видео, и вот сегодня я решила показать, да, показать Эдинбург, потому что я недавно вернулась из Эдинбурга, так что это видео будет такое разговорное, плюс влог о моём замечательном путешествии в Эдинбург. Я ездила туда с двумя собачками, и это было незабываемое приключение, в общем, сейчас всё увидите, покажу, что я там кушала. Если честно, хрень какая-то несолёная. Что я там делала, ну и расскажу, почему мы переехали в Шотландию из Лондона, как так вообще получилось, и почему мы оттуда уехали. Я уезжаю в Эдинбург, вернее сказать, мы уезжаем в Эдинбург. И нет, не Костя и я уезжают в Эдинбург, а собачка номер один уезжает в Эдинбург, и собачка номер два уезжает в Эдинбург. Чтобы жизнь мне мёдом не казалась, пока Костя в командировке, я решила не скучать и отправиться в любимый Эдинбург, так сказать, где мы прожили восемь месяцев в своё время, поностальгировать, погулять, покушать. И как бы собак девать некуда, поэтому еду с собачками. Да, в общем, как это всё будет, я не знаю, собачки у меня не самые умненькие. И, кстати, надо сказать, что вот черечка, чихуахуа, очень советую эту породу. Она умненькая собачка, она прям очень умненькая. А вот Сонечка туповатая. Давно я не снимала такого контента, это будет такое весёлое, надеюсь, видео. Ну, в общем, ладно, нам пора выходить, мы ещё поедем сейчас на общественном транспорте, а именно на метро. Поедем сейчас на вокзал. Ура-ура! А поезд, кстати, едет четыре с половиной часа. Всего лишь это быстрый поезд. В общем, пожелайте нам удачи. А мы отправляемся, пойдём! Собачки, кто гулять пойдёт? Тёй сейчас побежит! Ну-ка побежали, ну-ка побежали! Я знаю, что подобные тревел-видео не очень заходят в моей аудитории, людям интереснее фактические, фактическая информация, там, практическая информация, как переехать, как выучить английский язык, как найти работу и так далее. Это видео я делаю больше для себя, чтобы запомнить эту замечательную поездку. Ну, и, конечно же, надеюсь, что оно будет тебе интересно. Если так, пожалуйста, не забывай ставить пальчик вверх, оставлять комментарии. Это всё очень-очень-очень важно для развития моего канала, не только для вот этих всех алгоритмов, чтобы продвинуть моё видео, но и также для меня, чтобы у меня была мотивация продолжать снимать дальше. Ну, в общем, начинаем! Вот тут вот, значит, стоит у меня мой инвентар. Там обещают, конечно же, дожди, будет холодно, так что одеваем самую тёплую, ну, собственно, единственную курту, в которую я сейчас влезаю. Вот так вот у нас будет путешествовать черечка сегодня, потому что она малышка, да, и она боится. Итак, почему же мы решили переехать в Эдинбург? Это было полтора, два с половиной примерно года назад был разгар коронавируса, и, как всегда, всё начинается со скучающей женщины. Всё было закрыто. Лондон представлялся мне каким-то просто источником инфекции. Мне хотелось жить где-то, где безопаснее, спокойнее, меньше людей. Ну, разумеется, да, из-за того, что всё было закрыто, единственная развлекаловка была гулять по району. Мы жили тогда в районе Кеннингтаун. И я поняла, что мне этот район не нравится, так как мы не пользуемся общественным транспортом. Мы действительно делали только локальные прогулки. А гулять там особо негде. Район так себе. И из-за всего вот этого, конечно, складывалось ощущение, что я нахожусь не в том месте. И мы начали думать, куда бы переехать. Каждый день мы гуляли по 2-3 часа. Ну, собственно, это была весна. Это было единственное наше развлечение, доступное в тот период. И мы очень много разговаривали. Мы такие, так, куда бы переехать? Может быть, на запад? Может быть, на юг? Может быть, в Кембридж? Может быть, в Оксфорд? Может быть, в Лидс? Может быть, там, и так далее, и так далее. Всё дальше, и дальше, и дальше мы как-то отходили от Лондона. Я читала статьи, где там самый лучший уровень жизни. Но мне также не хотелось прям совсем деревню. Мне хотелось, чтобы был город. В общем, за всеми вот этими разговорами мы решили, что ай, поехали в Эдинбург. То есть это было лично наше как бы решение, не обоснованное ни работой, ни какими-либо другими условиями. Да, то есть просто наше желание. В общем, конечно же, всё не слава богу. Мой поезд отменили. И я взяла кофе и жду поезд, собственно. Вообще, люблю Брэд. А больше всего я люблю, знаешь что? А больше всего я люблю вот эту вот пеночку. Вот это вот. Вкусно. Я, собственно, капучино беру только ради этой пенки. Вкусно. И одна такая. Мне кажется, мне бы вот сделали стакан этой пенки, я бы прям порадовалась. И купила себе на обед бутерброд. Сейчас, конечно, время не обеденное, но мне захочется поесть с авокадо и курицей. А Сонечка, кстати, привязала к чемодану, чтобы было удобнее ходить. И очень даже неплохо всё получается. Она, конечно, недовольна, что её не берут на колени, но сорян, Сонечка. Она чувствует несправедливость, что Черя на коленях, да? А ты не на коленях. Но слушай. Жизнь такая несправедливая штука, Соня. Кстати, хотела ещё показать. У меня тут такой значок Baby and Boy. Это чтобы люди знали, что я беременна и пропускали меня, давали мне место и так далее. Но люди это игнорируют всячески, поэтому приходится просить, но я не прошу, ладно. Мне стыдно просить кого-то встать. Разумеется, также коронавирус не мог не повлиять на нашу финансовую ситуацию, и мы хотели сэкономить на аренде, но при этом не снижая уровень жизни. То есть не хотелось уезжать куда-то за пределы, там вообще, не знаю, четвёртой зоны. Смысл тогда жить в Лондоне, мы тогда этого не увидели. То есть хотелось жить рядом с центром, в хорошей квартире, но при этом, чтобы аренда стоила меньше. В общем, совокупность вот этих всех факторов как-то подвинула нас попробовать пожить в Шотландии. Это казалось интересным, необычным, чем-то новым. Всё-таки это новая страна. Казалось, ничего не держит, можно работать откуда угодно. И да, как-то вот так вот мы решили, ай да, попробуем. У нас были знакомые, которые жили в Эдинбурге, им как бы всё нравилось. Мы съездили в Эдинбург, посмотрели, нам тоже всё понравилось, но важное примечание, ездили мы туда летом, и то попали под дождь. Но в целом, как бы, красивый город, всё есть, квартиру нашли за хорошие деньги, и в центре, с парковкой, в общем, всё устраивало, всё понравилось. И вот так вот спонтанно мы решили переехать в другую страну, потому что Шотландия — это не Англия, это другая страна. И да, вот как мы оказались в Эдинбурге. Погода портится просто на глазах, уже как-то темно, хотя время только час, и я слегка подустала. Ну, в общем, приехала я. Мы на лифте поднимаемся, и вот он, Принцесс-стрит. Забавно, что я даже знаю, как идти к отелю, потому что я взяла отель ровно в том же месте, где мы жили с Костей, когда мы жили с Костей в Эдинбурге. Сейчас буквально пару слов, потому что нужно посмотреть вокруг, наслаждаться, поэтому я здесь, и ещё собакой смотреть за собаками, и везти чемоданы. Так, Соня, давай-давай, иди-иди. В общем, я надеюсь, я не пожалею, что я сделала такую фигню, потому что я уже очень устала, и мне как-то немножечко некомфортно быть одной. Пока что вот так вот это всё выглядит. Ну, я возле вокзала, прям вот это Принцесс-стрит, Сонечка очень сильно тянет. Я добралась до номера. Всё не слава богу, но из хороших новостей мне дали бесплатный банан, который я сейчас собираюсь съесть. Я настроена куда-то пойти вечером. В моём случае куда-то пойти вечером, это максимум сходить поесть куда-нибудь, потому что... Ну, как бы... На секундочку, я на восьмом месяце беременности. Дойти 40 минут от станции к отелю под дождём было непросто, с собаками и чемоданом, но я справилась. И в целом Эдинбург нас приятно впечатлил. Он зелёный, свежий воздух, очень красивая архитектура, много парков, вообще природа там невероятная, всё рядышком. Вообще не нужно пользоваться общественным транспортом, это тоже плюс. Он такой чистый, какой-то особенный, люди приятные. В общем, всё с первого взгляда понравилось. И в целом, вот всё, что я перечислила, это действительно так. В Эдинбурге очень много плюсов. Мне казалось, ну, мы молоды, бить детей с одной собакой, только когда, если не сейчас, попробовать в какую-то вот такую вот авантюру войти. И, конечно, я не жалею, сразу скажу, я не жалею, но я поняла, насколько переезд это трудно. Ощущения пока такие смешанные, если честно. Ностальгия определённо присутствует. Я не то, чтобы была здесь очень счастлива, это был сложный период в моей жизни, был коронавирус, переезд в другую страну, в другой город. И это было непросто. И, конечно же, все эти воспоминания сейчас очень на меня нахлынули. Чувство одиночества, чувство потерянности. Некомфортно. Пока что мне некомфортно. Тем более сейчас вечер, и мне искренне не хочется никуда идти, но я, блин, ехала сюда целый день, и просто просидеть в номере в отеле было бы как-то не очень. Поэтому, да, я сейчас попрусь в центр, и ещё там полтора часа, туристика, и потом обратно. Надеюсь, что это видео, этот влог будет не очень грустным. Я пока вообще не знаю, как я его буду снимать, с каким настроением, что я буду показывать, потому что туристические все вот эти достопримечательности Эдинбурга я показывать точно не буду. Таких видео дофигища в интернете. Тем более с этими двумя мелкими собаками. Дурными. Уверена, приключения не обойдут меня с стороны. Посмотрим, что будет дальше. Что, ты довольна, Сонь? А ты довольна, Черри? Вид у меня просто потрясающий. Настройку. Ну, там вот виден немножечко Эдинбург, уже такой он вечерний совсем. И стройка. Классный нам вид за окном. Из действительно плюсов Эдинбурга можно выделить невероятную архитектуру. Каждый домик просто как замок. Вот мне всегда нравились очень вот такие вот домики. На самом деле мне очень нравятся эти башенки, потому что если прыгали детство, можно понять, что это прям современные здесь квартиры. Очень классные, с высокими потолками. Свежий воздух. Большой и разнообразный центр города, в котором есть всё. Так, ну, чё? Вот это вот Принцесс-стрит. Это вот Скотч-монумент. Там, значит, замок. И сейчас покажу Ройл Майл. Вот слева Ройл Майл, короче. Вот я туда направляюсь, мне сейчас сюда, блин, подниматься. Во, красота! Вот там, короче, Ройл Майл и Олд Стрит. На самом деле, такое читерство, самое красивое место, в целом, вот этот вид на Дэдуру, Ройл Майл. Вот выходишь из вокзала и тебе открывается вид на Ройл Майл. И всё-таки, о, как красиво, какая красивая Шотландия, какой красивый Эдинбург. Нет необходимости пользоваться общественным транспортом, до всего можно дойти пешком. И вообще, мест для прогулок там дофига. Невероятная природа, парки, пляж, просто вообще, ну, вода, это моя стихия. Ура, ура, я дошла до Портабелла, пляжа, капец. На самом деле, я не то, что планировала сюда идти, и я вообще-то планировала сюда доехать, но автобусы здесь ходят раз в 50 минут, поэтому я дошла. И я настолько, на самом деле, устала, что я даже не устала, что я такая, а ладно, ещё часок погуляем. И это того определённо стоило, потому что лично я обожаю море, а это, это прям, это делает меня счастливой. На самом деле, тут так круто, что, ну, как бы, я почти расплакалась от восторга. Классно. И шум, конечно, волн. В общем, что может быть лучше? Я взяла чаёчек, минт, дикофейновый, между прочим, и смотрю, у меня, значит, великолепный вид на море. Он такой безопасный, family friendly, pet friendly. Вам всё нравится? Сложно снимать, на самом деле, на камеру, когда ты идёшь с собачками, потому что я прям слежу, чтобы они нормально ходили, шли, потому что у них разные весовые категории, а поводок один. И в итоге Соня идёт, через ней летит, буквально. Много крутых мест покушать, а это немаловажно. Правда, конечно, мы не особо изведали этот город, потому что мы переехали, и всё ещё был коронавирус. Это вот был тот момент, когда они что-то открывали, закрывали, открывали, закрывали, и, в общем, когда мы уже туда переехали, всё закрылось. На самом деле, блин, я даже в Лондоне так вкусно не питаюсь, вот это мне обидно немножечко, что в Лондоне я ем только дома, я готовлю, я люблю готовить. Это какой-то суп с каким-то хлебом, чоплым, кстати. И это, между прочим, фаггис, и я ещё жду салатик. А здесь я прям позволила себе любимые завтраки, обеды и ужины, и было реально очень круто. Это здорово, покушать я люблю. Ну, в общем, время обеда, и я иду в кафешку французскую с галетами. На самом деле, не так уж и много в Эдинбурге у меня любимых мест, я не могу сказать, что прям любимые. Просто я там ела пару раз, было неплохо. Да, выглядит супер, как я и помню. Так, ну, вообще, я поела, отлично поела. Салат был просто потрясающий, очень вкусный салат, правда. Блинчик был неплохой, только холодный, но с чайком нормально, зашло. Для любителей природы Шотландия, конечно, просто идеальное место, там очень много красивых мест, гор, озер, море, остров Скай, вот мы тоже были недавно, просто невероятно красивое место. замки, в общем, туда определенно стоит поехать, как минимум. Просто оказалось, что мы не настолько любим природу, что мы больше любим город, но теперь мы знаем. Вот буквально прошло 10 минут от того, как мы начали нашу прогулку, и здесь уже, конечно, совсем другое, другая атмосфера. Ну, в целом, Эдинбург такая большая древня, скажем так, но здесь уже, конечно, очень тихо, очень спокойно, и умиротворенно. Вот она, гора Артура. Я поднималась на неё не раз, и первый раз это было в декабре. Была такая очень скользкая погода, было холодно, выпал снег, и тот опыт, конечно, я не забуду никогда. Я реально думала, я там где-то свалюсь, потому что у меня ещё была скользкая обувь. Я была супер неподготовленная к данному мероприятию. Блин, было довольно-таки опасно, реально. Тут, кстати, офигеть, как ветрено, и я даже жалею, что не взяла перчатки. Так-то прям прохладно здесь. Так, ну, Кристина на фоне горы Артура. Но почему же мы уехали из Шотландии, из этой невероятной прекрасной страны, где так много плюсов? Всё дело, наверное, в каких-то личных предпочтениях. Всегда будут плюсы, всегда будут минусы. В Лондоне тоже много минусов, я о них уже рассказывала, и в целом я не идеализирую этот город, просто он нам подходит больше по совокупности факторов. Во-первых, переезд оказался труднее, чем я думала. Я думала, что в Лондоне меня ничего не держит, я думала, что мы такие молодые, мобильные, всё классно, но оказалось, что оказалось намного труднее. Вообще, переезд, это трудно в другую квартиру, просто в другом районе, да даже в том же самом, эти все коробки, это тяжело. Осваиваться на новом месте, изучать новое место, изучать вообще окрестности, что где находится. Это всё требует определённой энергии, а когда ещё коронавирус, всё закрыто, у тебя нет возможности познакомиться с новыми людьми, поговорим о моих чувствах. Жалею ли я, что приехала в Эдинбург? Нет, я давно хотела сюда приехать и поностальгировать. Вообще, вот здесь вот мы с Костей жили, гуляя по этому каналчику. Очень часто, мы, кстати, туда сейчас пойдём гулять, там действительно очень красиво. В целом, здесь действительно очень симпатичная набережная. У меня это было одним из самых больших хобби, в принципе, это вот гулять по этой набережной с Соней. У нас тогда черри, разумеется, ещё не было. Вот, а так делать было офигеть, как нечего, потому что был коронавирус, и я помню, когда мы уже переехали в Лондон, это был апрель, только всё начало открываться, и это был тот период, когда мы уже переехали в Лондон, и для меня это было прям вау, неужели теперь моя жизнь будет такая, потому что на контрасте с полным просто холодным, дождливым, мерзким, тёмным, закрытым, вообще не дружелюбным городом Эдинбургом. Лондон тёплый. Квартира там была просто, ну, до сих пор у нас потрясающая, двухкомнатная по сравнению с той квартир, какая у нас здесь была, но однокомнатная, современная, но совсем другого уровня. И, конечно, я просто не могла поверить, не могла поверить в это счастье. Даже просто кофе попить там негде, потому что всё закрыто, можно брать только на тейк-ауэй. Конечно, коронавирус играл огромную роль в негативном таком восприятии Эдинбурга, потому что по сравнению с Лондоном, да, с большим городом, в Эдинбурге просто, ну, абсолютно нечего было делать, мы никого там не знали, я никого там не знала, и найти круг общения, да, какой-то новый, было невозможно в связи с коронавирусом. Ну, и вообще, в моём возрасте, да, уже труднее находить друзей, поэтому это казалось не так просто, всё-таки в Лондоне у меня уже был какой-то круг общения, были знакомые, с которыми я отлично проводила время, и я думала, что мне будет просто познакомиться с новыми интересными людьми в Эдинбурге, но, к сожалению, я старалась, но не получилось. И я как бы первое время мне было некомфортно из-за новой обстановки, но я старалась дать себе время, говорить, что Кристина, всё будет в порядке, это адаптационный период, не в первый раз мы его проходим, всё будет в порядке, ты освоишься, и всё будет хорошо. Но лучше не становилось, становилось как-то только хуже, потому что переехали мы в сентябре, погода становилась всё хуже-хуже, и радоваться уже природе, и архитектуре становилось всё труднее и труднее. Делать было всё ещё нечего, рестораны, кафешки были закрыты, в зал даже сходить нельзя было, ну, в общем, я просто сидела дома, училась, работала, и просто не вылезала из пижамы, но там... Единственное развлечение было взять собаку и пойти гулять, если дождь ещё не настолько сильный, ну, в общем, реально было скучно, плюс нельзя было путешествовать, из-за этого дурацкого коронавируса, в общем, да, было не самое приятное время, но я помню, в ноябре, на нашу годовщину, мы поехали в Лондон, тогда, кстати, были открыты рестораны, это был тот момент, когда они ненадолго открыли рестораны, и вот мы поехали в Лондон, поселились там в Airbnb с собачкой, с садиком, это было на Бейс Уотер, рядом с Гэйд Парком, и я боялась этой поездки, я боялась немножечко этой поездки, хоть и ждала её безумно, потому что это какое-то разнообразие моей тогда унылой, скучной жизни, я её боялась, потому что я боялась, что приехав в Лондон, я пойму, что я совершила ошибку, и так оно случилось, как только нога моя ступила на лондонскую землю, вокзал Kings Cross, я поняла, что... Ах, Кристина, что ты наделала, что ты наделала? Опять же, я не жалею, что мы переехали в Эдинбург, это невероятный опыт, я намного лучше узнала себя, а как узнать свои предпочтения, учиться на своих ошибках, хотя я даже не считаю, что это ошибка, это опыт, из которого я ну столько всего выучила, и благодаря переезду в Эдинбург я поняла, как тяжело, блин, переезжать, и что, чтобы переехать, действительно нужна офигенная причина, потому что вот мы переехали, можно сказать, в другую страну, Шотландия, Англия, но по факту в другой город, то, что здесь те же магазины, кафешки, и так далее, и все равно было очень трудно, ты никого не знаешь, ничего не знаешь, тут еще, блин, это коронавирус, поэтому сейчас, например, мне вообще не хочется никуда переезжать из Канарии в Ов, хотя такие мысли были, потому что это прекрасный район, но не лучший для детей, это невероятно расширило границы моего сознания, и я абсолютно не жалею, просто повторять бы не стала, мне одного раза хватило, чтобы понять себя лучше, и вот, как только я приехала в Лондон, Kings Cross, смотрю вокруг, и вся эта, конечно, динамика большого города прям на меня, и я поняла, что это моя любовь, и я скучала, и мне хотелось сесть в метро, поехать в этот Кеннингтаун, в нашу квартиру, в которой мы там жили, просто я почувствовала себя, что ну вот это мой дом, и когда я уже уезжала из Лондона, мне было очень тяжело уезжать из Лондона, и дом в Эдинбурге ощущался мне не дома, мы прекрасно провели время в Лондоне, гуляли, ходили по нашим любимым местам, я поняла, как много меня держит в Лондоне, оказывается, даже не люди, а места, с которыми связано столько воспоминаний, мои любимые рестораны и кафешки, и вот это все, конечно, оно имеет значение, единственное, что я, единственное место, где я прошла так долго, и которое я могу назвать домом, это Лондон, и после этой поездки я начала много думать, смотреть квартиры на зубфли Райт Муэ в Лондоне, и канифолить мозги и кости, то что давай-ка, милые, обратно переезжать, но Костя был как-то не уверен, блин, мы потрачили кучу денег на переезд и сил, и вот так вот через несколько месяцев переезжать обратно было глупо, мы дали себе время, может быть, все еще вернется на круги свое, но становилось только хуже, и хуже погода становилась хуже, и хуже, коронавирус становился все хуже, и хуже к зиме, и, да, в общем, если вкратце, почему мы решили в итоге переехать обратно спустя 8 месяцев, это потому что мы поняли, что Эдинбург это просто не наш город, он нам не подходит, нам, мы скучаем по огням большого города, мы ценим природу, но готовы восхищаться на выходных, а жить все-таки в городе, вообще на самом деле удивительно, сейчас 10 утра, и уже темно, еще темно, в общем, тут вообще всегда почему-то темно, как-то тут мало жизни, когда ты идешь по этим немногочисленным главным улицам, так тихо, так спокойно, так умиротворенно, просто рай для семьи на самом деле, понимаю, что это не мой город, конечно, и не зря я переехала в Лондон, я поняла, что есть люди, места, в Лондоне, которые я ценю, и которые я хочу, чтобы были в моей жизни, также мы часто путешествуем, и путешествовать из Лондона гораздо легче, чем из Эдинбурга, там намного труднее найти прямой перелет куда-либо, ну и ходить, да, вверх-вниз по городу, это еще то приключение, тут еще постоянно ходишь вверх-вниз, зараза, все равно наверх иду постоянно, Эдинбург очень холмистый, и там постоянно идешь то вниз, то вверх, я вот такое не люблю, я не люблю, вот честно, эти лестницы, и мне вот на эту лестницу, блин, жестокое, точно на нее, да, ну, поехали, на секундочку, я уже прошла почти 15-ый шагов, а время как бы обеденное, еще одна лестница, и главная как бы Эвида же, ни хрена нет, я, ну, не мое, это вообще в целом, да, как я уже сказала, я поняла, что просто Эдинбург это не мой город, он прекрасный, красивый, я очень советую туда съездить, но жить там, ну, вот кому-то прям вау, но мне нет, мне не зашло, в общем, я сейчас грелась в Коста-кафе, просто с чаем, просто, чтобы посидеть, на самом деле, потому что подустала я, дошла до района Лейф, и, блин, он на самом деле так себе вообще не стоило того, чтобы до него доходить, поубавилось энтузиазма, не то, чтобы у меня дофига его было, то есть осталось прям как-то совсем мало энтузиазма, но благо хотя бы ливень прекратился, потому что я сейчас под таким ливнем шла, просто полный капец, вся промокла, замерзла, устала, даже не знаю, стоит ли вообще снимать то, что я вижу, потому что ничего очень красочного, красивого я пока не вижу, что мне снимать? Ну вот, вот он Эдинбург, вот он, если не центр, то как-то так, вот, вот так, вот еще, вот так, читать не стройки прям, и как раз таки, приехав в Эдинбург сейчас на несколько дней, я в этом убедилась, я хотела поехать туда поностальгировать, я это и сделала, мне было не всегда комфортно, с добрым утром, у кого оно доброе, у меня оно на самом деле не очень доброе, я офигенно, как не выспалась, спать с собаками, это еще то специфическое удовольствие, на самом деле, ой, ребят, подумайте 350 раз, прежде чем заводить собаку, нет, дома она, они с нами не спят, а здесь, ну, Соня, мопс, а она храпит, как паровоз, я не могу спать, когда кто-то храпит, я не знаю, как люди это делают, у меня не получается, чешется, блин, лижется, все и чуть не слава богу, Черри просто обоссала мою подушку, потом обоссала ковер, я в это наступила, все дело, класс, также у меня под окнами же стройка, и они прям в 6 утра начали работать, молодцы какие, в общем, ночка выдалась еще там, кстати, бездомных тут тоже дофига, была не всегда хорошая погода, хотя в целом я считаю, что мне еще повезло, осенью, что два дня из моих, из моей поездки, были солнечными, кстати, видно, что сегодня прекрасная погода, голубое небо, такое солнце, блин, классное, все-таки погода, это важно, чтобы наслаждаться жизнью, вот он, замок, вот, у которого я поднималась, там внутри музей, ну вот, в общем, начинается Роял Майл, здесь, разумеется, будет дофига сувенирных магазинов, продаются, не знаю, твиты, что только не продается, разумеется, виски экспириенс, в Шотландии, она же про виски, тут всякие достопримечательности, типа, вот этой вот башенки, я хочу знать, что это такое, какой-то кафедрал, кафедральный собор, в общем, вот так же, кафешечки, рестораны, просто сейчас рано, девять, поэтому, здесь мало народу, и нету, как бы, туристических таких толп, хотя, в целом, это самое туристическое, туристическое место в городе, и здесь постоянно на валынках играют, но, слава богу, что не играют, а то я очень не люблю эти звуки, и мне поездка понравилась, она оправдала мои ожидания, но я поняла, что я готова вернуться в Лондон, еще первый день, что Лондон это мое, да, это мой дом, а Эдинбург, Эдинбург, это хороший опыт, который меня очень многому научил, дал мне понять себя больше, как-то, возможно, сплотил нашу семью, потому что мы очень много общались вдвоем, даже больше было не с кем, вот, ну и, конечно же, мы посетили много-много красивых мест, и Шотландия до сих пор, как бы, занимает отдельную часть в моем сердце, и мы туда с удовольствием ездим, изучаем ее дальше, потому что действительно там красиво, природа замечательная, акцент очень интересный, еда тоже очень вкусная. Сегодня ветер просто невероятный, и, собственно, мы уже, да, что у меня с волосами происходит, мне понятно, в общем, мы уже подходим к нашему вокзалу, к нашему поезду, отправление через полчаса, я взяла любимые мои пироги на обед, уже очень много гуляла, но мало снимала, потому что на самом деле хотелось просто проникнуться воспоминаниями и атмосферой, просто ходила, думала, вспоминала, и на самом деле, на самом деле классно, вот, я говорила о том, что здесь было грустно, депрессивно, одиноко, но также в Эдинбурге было много потрясающих моментов, о которых я вспомнила, о которым я безумно благодарна, и на самом деле от этой поездки меня научила именно, наверное, вот, ценить то хорошее, которое было, и не зацикливаться на плохом. Например, вот мы были на острове Скай, я там тоже очень много снимала, возможно, сделаю видео оттуда, потому что мы даже с дроном летали, но очень красиво, с погодой так повезло, ну, невероятно красивое место, одно из самых красивых мест, которые я видела в своей жизни, неправда стоит того, чтобы туда поехать. В общем, такое вот видео получилось сегодня, личное, я рассказала о нашем опыте жизни в Эдинбурге, надеюсь, что оно было интересным, не очень долгим, если это так, дай знать мне в комментариях, я читаю все комментарии, и действительно, меня это очень-очень вдохновляет, мотивирует продолжать мою дейтсельность дальше. Спасибо за то, что посмотрела это видео до конца, и пока-пока!